Добрый вечер! Архангел Михаила, я думаю, все знают, а у нас в монастыре даже под клеть Храма Христа Спасителя, нижний храмик, он в честь Архангела Михаила и всех небесных сил бесплодных как раз освящен. Так что даже такой небольшой малый престол у нас будет. Собор – это собрание? Собор – это собрание, это то, что считается в нашем человеческом понимании единомышленное, единоволие, едиными устами, возглашаемые какие-то действия, поступки, желания, движения. Собор – это собрание, то есть собрание единомышленников. И исполняют волю Божию как один, все совместно. Что нам вообще известно об ангелах? Много известно о них и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в Житиях Святых мы можем прочитать много. И различные молитвы ими дарованы, допустим, «Свят-свят-свят Господь», «Слов» из полнеба и земля, «Слава Твоя» – это от ангелов молитвочка. То есть мы их не видим, но это не значит, что их вот нет, да? Но мы много чего не видим. Мы не видим электромагнитных волн, но телефоны работают, телевизоры работают от них. Мы не видим различных цветов, ультрафиолет или инфракрасные излучения. Мы не видим пчелы, их видят и ориентируются в них. Нам это недоступно. Мы не слышим звуков многих, то есть определенный диапазон звуковых волн мы воспринимаем. Мы не видим мир, микробов не видим. Мы не видим дальних звезд и галактик, хотя огромное количество их, миллиарды. И тем не менее мы видим только всего несколько созвездий на небе, а остальное для нашего невооруженного глаза сокрыто. То есть мы много чего не видим, но это не значит, что его нет. То есть так же и с ангелами. Они имеют другое естество. Мы телесные, они бесплотные. И, соответственно, они становятся видимыми только когда на то есть произволение Божие и какой-то необходимый для них повод для того, чтобы появиться предчеловеком в том виде, который мы можем воспринять. То есть они, будучи бесплотными, могут принять облик различный. И поэтому для нас они употребляют то, что мы можем воспринять, не испугавшись этого облика. Потому что если они нам явятся в том облике, в котором они пред Богом, то это же огонь, это свет, это то, что мы, скорее всего, очень сильно испугаемся, как, например, испугались жены-мироносицы, когда увидели ангелов Марии Магдалина, или как те, кто охранял гроб Господень, стража, когда ангел отбросил камень от двери гроба Господня, они же тоже испугались. Ну и так далее. Множество таких случаев было описано в Священном Писании. Что нам известно из той информации, которая до нас занесена и через Евангелие, и из предания? Мы знаем, что есть добрые ангелы, причем у каждого есть, у крещённого человека есть ангел-хранитель рядом с ним, есть злые. И не только у человека, и даже у государства есть свой ангел-хранитель, и у каждого народа есть свой ангел-хранитель. Но мы знаем, что ангелы – это словесные существа, разумные существа, со свободой воли существа. Откуда мы это знаем? От того, что, ну, как вы сказали, добрые и злые, то есть есть падшие ангелы, те, которые во зле пребывают, и ангелы, которые служат Господу, добру, любви и прочим благим делам, и они добрые ангелы. То есть вот этот сам выбор, то есть ангельские чины разделились на две части – на добрых и на злых, на отпадших вместе с сатаной. Это мы видим в этом, что у них тоже была свобода выбора на тот момент, когда этот выбор происходил. Они были створены до человека? Задолго до человека были створены ангелы. Как святые отцы говорят, что вот когда мы читаем в Пяти книжах Моисея о створении мира, то там Господь добудет свет, сказал. Вот вместе со светом явились и ангелы, потому что они из такой материи, подобной свету сотканы, их тела. Для нас они бестелесные, потому что у них нет такой, так сказать, материальной плоти. Но для Бога, перед Богом, они тоже плотские, только их тела созданы из других материй, не таких, как наши тела сотворены. И поэтому для нас они более бесплотные. Но у них конкретные границы тела есть, конкретные черты и лица, и фигуры, и прочие качества. Например, мы знаем, что есть у одних ангелов два крыла, у других шесть крыльев или четыре крыла, и восемь. У кого-то очи много. У кого многочиты, да. То есть мы видим различия в их обликах, и это говорит о том, что они тоже имеют разные качества, как и национальности. Есть негроидные или монголоидные расы, или европеоидные. То есть тоже различные отличия папуасов от европейцев, европейцев от ивенков и прочее. То есть у нас тоже много различий. И, конечно же, по каким-то послушаниям пред Богом они тоже различны. Каждый ангел несет какое-то свое послушание. – Большое число ангелов? – Для нас точного числа мы не знаем. Мы знаем, что их миллиарды. Потому что в Ветхом Завете описано, что там предстоят престол Божий тьмы тем. То есть это миллиарды. Или там тысячи тысяч, которые служат непосредственно Богу. Это многие из пророков писали, которым были открыты эти тайны Божьего Царства. Мы помним, что в описаниях, когда пришли волхвы в Вифлееме поклониться Господу, и когда пастухи пришли, то там тоже огромное количество ангелов воспело слава Вышне к Богу и на земле мир и в человеке к благоволению. Ангельские чины тоже представили в этот момент явными. Их увидели, и их было огромное количество. То есть мы не можем иметь точное число ангелов. Я думаю, даже точное число человеков на земле сейчас мы не имеем. До последнего, так сказать, индивидуума. А уж ангелов тем более. Мы не можем. Только Господь знает их точное число. Но их огромное количество, а в много раз больше, чем людей. А сколько людей было до нас? А сколько еще было, да, и сколько будет. Единственное известно, что треть ангелов отпало от Бога из послушания Господу. И вместе с сатаной было низвергнуто с небес на землю, где они и пребывают с того момента. А после пришествия Христова часть из этих третий ангелов находится во тьме кромешной в аду, а часть здесь вот на земле. Которые с нами борются, да? Те, которые с нами борются. Но под конец времен, к моменту окончания мира, все бесы выйдут из ада, чтобы здесь уже полностью все человечество свести с ума окончательно и противопоставить все человечество Господу. Насколько это возможно будет их в их силах сделать. То есть это будет вся армия бесовская выйдет из ада вот к концу света. А по учению своих отцов, да, люди призваны к тому, чтобы как раз заменить вот этих падших ангелов. И здесь, да, есть ответ как раз на то, почему они нас так ненавидят, бесы. Почему они вот с нами борются, почему они нас злословят и нас учат только тому, что нам в пагубу и в погибель. Только по простой причине, по зависти, мы идем на их места на небесах, с которых они были изгнаны после отпадения от Господа. После борьбы их Деницы, Сатаны с Архангелом Михаилом. И, соответственно, вот эта треть ангелов, которая отпала вместе с Деницей, Сатаной, мы эту треть и восполняем. То есть из этого мы видим, что вот сколько человеков спасется, и это всего лишь треть ангельских чинов. То есть насколько их больше, чем нас. Конечно же, вот это замещение падших ангелов на небе, оно происходит не только за нашу жизнь, но и за прошедшие периоды жизни. То есть за все времена, когда человечество начало спасаться и идти ко Господу во спасение. То есть начиная с Адама и Евы, и вот кончая, можно сказать, антихристом. И по мере приближения к концу света количество людей, спасающихся, будет все меньше, 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 пока там последние единицы не будут взяты на небо. И как только вот закончится этот поток спасающихся людей и заполнятся все места падших ангелов, то тогда мир придет к своему окончанию вот в том виде, в котором он сейчас существует. И Господь створит новый мир совершенно по другим законам, не как сейчас. Почему среди всего множества ангелов выделяется отдельно архистратег, архангел Михаил? И он так вот даже праздник называется, Михаилов день. У всех на слуху. Да, его праздник и всех прочих небесных сил. Как бы они за его спиной стоят. Ну, дело в том, что, конечно же, везде есть иерархические ступеньки у людей. И у ангелов также есть своя иерархия, свое подчинение, свои, так сказать, законы послушания. И архангел Михаил, он выделяется именно тем, и поставлен как бы в первый ряд всех ангелов и архангелов, потому что именно он воспротивился Денице, и он воскликнул, кто как Бог может быть. Когда Деница сказал, я буду выше Бога, и престол свой поставлю выше престола Божьего. То есть Деница настолько в гордости своей превознесся, что... То есть они были все там вместе? Все были вместе, но вот эта вот гордыня Деницы, а Деница был создан как верховный ангел, самый красивый, самый разумный. И если вспомнить о том, что ангелы были сотворены до сотворения не только человека, но и всей Вселенной, то они, естественно, знают и видели, как Господь устроил всю Вселенную. Они знают все законы бытия, они знают все законы материального мира. То есть, конечно же, они очень разумны и очень, скажем так, знаниями насыщены. И, естественно... Опытные. Да, естественно, за эти 7,5 тысяч лет существования всего мира они столько набрали знаний, опыта и умений, что какой-то человек, который живет там 70-80 лет, ну, это для них ничто. Это просто младенец. То есть, они знают, как человек в данной ситуации поступит, может поступить, да? То есть, они и так вот... Они знают психологию, они знают анатомию человека, они знают физиогномику, то есть, что человек там на лице отображается, его чувства. То есть, они поэтому могут судить полностью. Но Архангел Михаил, как раз и воспротивившись у Деницы, я продолжу ответ на тот первый вопрос, он встал во главе всего воинства ангельского, и поэтому его изображают на иконочках, как воина, в доспехах, это с оружием или там каким-либо... Или меч это огненный, или копье, и попирающего ногами дракона. Это как раз то, что изображает... Дракон изображает падшу ангела Деницу, а Архангел Михаил его поражает во главу. И вождь, он именно по той ревности, по той силе и по той любви к Богу, которая проявилась вот в его противостоянии Денице, в его победе над Деницей. И после того, как это произошло, была разделена, так сказать, вся ангельская сторона на две неравных части. То есть, одна треть была изгнана из Царства Небесного, и дольше туда подняться уже не может. И не сможет никогда. Ну, меч, да, это, наверное, образное. То есть, он же мечом, как мы тоже читаем в Священописании, что когда ему... То есть, он напрямую не стал сатане, да, его повелить, как после Господня. Конечно, они не били друг друга там как-то руками, ногами. То есть, получается, это молитва его морожена. Это духовная, да, это такой, так сказать, для нас образ духовной борьбы. То есть, само то, что он воспротивился тому, что Деница заявил, что он будет выше Бога, уже само это воспротивление воли Деницы, оно уже объявило войну Деницы. И, конечно же... Это наше тоже внутреннее сопротивление, да? Да, конечно же. И мы можем следовать за ним, стать в его ряды войска. Каждый из тех, кто сопротивляется бесам, он встает в войско Архангела Михаила. То есть, каждый человек, у него есть один только выбор, да? То есть, либо с Богом быть, либо... Ну, два выбора, да. Два. Один выбор – это быть в ряду архангелов и ангелов, другой выбор – это быть в ряду бесов. Вот третьего нет. Ну, где-то посерединке нейтралитет держать, как там в Швейцарии, да, не получится. То есть, мы в любом случае должны определиться, где мы. То есть, в каждом мгновении жизни мы выбираем вот это, да, мысленно? И нам дается время нашей жизни на этот выбор, когда мы уже точно и явно подтверждаем уже для всех, и для Господа, и для ангелов, и для падших ангелов-бесов, мы подтверждаем, что нет, я буду с Богом, я состою в лагере Божьем. То есть, соблюдать заповеди Божьи, получается. А это, ну, любая борьба, она с плотью, со своей. Божьей, а вне, с духами поднебесными. Как апостол сказал, не с плотью и кровью мы боремся, а с духами и бесами, так сказать, поднебесными. То есть, мы, а борьба с ними, также в Евангелии четко и ясно Господом определена, что род сей побеждается только постом и молитвой. Больше ничем, ничего другого, никаких других оружий против бесов у нас нет. Ну, конечно, крестные знамени, об этом тоже не надо забывать. А так, пост, молитва и крестные знамени. Это то, чем мы можем бороться с бесами и стоять в лагере Архангела Михаила. Мы такой выбор, наверное, имеем пока в теле, да? А у ангелов, вот сейчас есть у них выбор? Вот они могут еще сомневаться? Их выбор уже прошел, прошло время их выбора. Это было на начальном этапе. Мы даже не можем определить время этого, когда они могли выбрать там или и там, в тот лагерь или в этот лагерь. И после этого выбора все уже утвердилось. Все окончательно, бесповоротно. Да, они уже полностью стали, так сказать, укрепленными в своем выборе как ангелы, так и бесы. И, соответственно, почему святые отцы и говорят, что у бесов нет спасения? Потому что они не хотят меняться и подчиняться Господу. И также нет погибели у ангелов, потому что они не хотят меняться и вставать на сторону бесов, идти против Бога. То есть здесь мы видим уже окончательное решение вопроса с ангельскими чинами. А вот с человеческим родом этот вопрос еще продолжает решаться. До скончания века нам выделено время, и каждый из людей до своей кончины должен выбрать, в какой лагерь он поступит по окончании этого времени выбора земной жизни. И уже после того, как он перейдет, грань смерти, все, у него тоже уже выбор заканчивается, он уже остается в том лагере, который выбрал. Ну, его, правда, можно еще будет вымолить живущим на земле, но после окончания жизни вот этого века, то есть после страшного суда, уже некому будет вымаливать, уже все будут в тех лагерях, которые выбрали и где они будут уже в вечности. Архангел Михаил – это не высший чин ангельский? Ну, мы знаем, что там много чинов ангельских существует, но архангел, его даже называют архангел, Михаил, наравне с другими архангелами, то есть это не высший чин. Высшим чином… То есть архангел, он высший над ангелами, то есть получается? Да, это вот есть ангелы-хранители человеческие, самые низкие чины архангелы над ангелами. Самые низкие и самые близкие к нам, получается, да? Самые, да, которые, как нянечки с нами, пребывают в этой жизни в течение всего периода нашей земной жизни, и нас… То есть в момент крещения дается, да? Нас, да, холит и лелеет, чтобы мы не погибли от бесовских нападок, а даются они во момент крещения, после крещения у каждого человека появляется ангел-хранитель свой, который с ним всю жизнь, и после кончины на матарствах также его сопровождает, и там тоже те дела, добрые дела, которые человек здесь совершал, он записывает в течение всей жизни, и на матарствах он их предъявляет на суд Божий. Наш адвокат. Он и наш защитник, он наш адвокат, он и наш учитель и подсказчик, он и наш молитвенник, то есть у него много, так сказать, функций за нас, но это ангельский чин. А архангел, который стоит над ангелами. Ну а высшими являются Серафимы, которые вокруг престола Божьего парят, и вот только в молитве пребывает и в огненной молитве. То есть нам девять известно, да? Да, был такой святой Дионисий Репагид, который описал чины ангельские, прям о чинах ангельских, такое у него произведение есть, и там он описывает девять чинов ангельских, которые, собственно, начинаются с, если брать с самого, так сказать, верхнего чина, с серафимов, огненных серафимов, которые закрывают свои лица крыльями и летают вокруг, и у них как раз шесть крыльев. Далее, если понисходящие, то это будут херувимы, многочитые, у которых уже четыре крыла, которые также предстоят престолу Божию и взирают на премудрость Божию. И если серафимы, они только любовью и молитвой служат Богу, то херувимы, они еще и, взирая на премудрость Божию, на разумение тайн Божьих, они еще и этим, так сказать, служат Господу через преподавание этой премудрости более нижним ангелам. После них идут престолы, которые также находятся выше третьей верхней части ангельских чинов. И они, по самому названию престолы, они носят Господа, насколько это возможно. Наше понимание здесь не совсем уместно, и оно не может даже понять, что значит носить Господа, но, тем не менее, престолы именно это послушание имеют. И на них заканчиваются высшие чины, то есть три ступеньки в высшем чине. Потом средний чин идет. Это уже господство, силы и власти. И господство те, которые господствуют, если по человеческому разумению смотреть, смотреть, то вот кто господствует народами. Это властители. Соответственно, господство, они властвуют и над ангельскими чинами, и помогают тем, кто здесь, на земле, властвует над людьми. То есть они подсказывают царям и владыкам, как управлять народами, сохраняют народы, чтобы они не исчезли. То есть в каких-то конфликтах, в каких-то катастрофах полностью не исчезли те народы, которые даны господством в сохранении. Ниже господств силы, те ангельские чины, которые отвечают за силы, силу веры, силу духа, силы народов, силы природы. Силы чудотворений, да, наверное. Силы чудотворений, естественно, сила веры, она в чудотворениях проявляется. И силы праведности и благочестия также в их ведами и в их послушании находятся. Они отвечают за этот порядок, так сказать, послушаний пред Господом. И вспомоществование людям, которые трудятся вот в этих послушаниях здесь, на земле. То есть в том числе и силы учительские, силы пророческие, силы чудотворения, силы исцеления. Это все вот у них в руках. Ниже их стоят господство силы, власти. То есть это мы уже говорим о тех властях, которые являются начальствующими, то есть уже не цари и владыки, а их уже помощники и эти власти, в том числе и власти над природой, власти над какими-то стихиями, также имеют у них место быть. То есть мы опять очень условно это описываем, потому что, повторюсь, та жизнь, которая есть у ангелов, для нас она пока сокрыта. И как мы их не видим телесными очами, так и разум наш плотской, он очень отдаленно может это воспринимать, ну как ночью можно, что можно сказать человеку о солнце, если он жил в ночи и никогда не видел солнца. Только по каким-то зорницам, каким-то вспышкам на небе человек может понять, что может быть еще и светло иногда быть. Вот так и мы сейчас размышляем об ангелах весьма условно и весьма приблизительно своим плотским разумом. Значит, на них заканчивается вторая часть чинов ангельских. И самая нижняя, третья часть чинов, она начинается сначала, потом архангелов и ангелов. Начало – это то, что, опять же, начальствующее, опять же, начало каких-то наших жизненных способностей, это все в их руках находится. И они так или иначе помогают управлять, сообщать людям те или иные правильные решения, как начальствующие, и передавать архангелам и ангелам то, что им от верхних чинов ангельских тоже доводится. Архангелы – это те, кто управляет ангелами и многими сообществами людей. Архангел Михаил, например, был охранитель народа израильского. Особенно при исходе его из Египта, мы помним, что был такой огненный столб, который вел по пустыне народ израильский, показывал им путь, куда идти, направление. Просто вот днем это был столб из такого вот ветра и пыли, и света, а ночью это был огненный столб, то есть он действительно светился в ночи и был таким... Представляете, 600 тысяч человек вышло из Египта только мужчина, с ним еще женщины и дети, и как этим народом управлять? Вот огненный столб его ввел, это архангел Михаил этим, так сказать, управлял. И когда египетский фараон попытался догнать, послал конницу и вернуть евреев обратно в рабство, то огненный столб переместился из начала колонны шествующих израильтян в конец колонны и преграждал путь конницы и воинам-фараонам, чтобы они не смогли достичь до израильтян, таким образом защищая их. Вот так же, как архангел Михаил сохранял народ израильский, так же у каждого народа есть свой архангел. Но и ангелы – это те, которые сохраняют отдельную личность каждого человека, которым они даны. То есть это при крещении, и они молятся, и о этом мы уже говорили. И у каждого человека, да, может быть, несколько ангелов, получается, да? То есть у властвующих еще и вот… Ну, то есть мы видим, что, да, что по мере, так сказать, возрастания человеческой ответственности и послушаний пред Господом и людьми им добавляются еще какие-то вспомоществующие ангельские чины, потому что, ну, даже уже у начальника есть ангел из чинов начальствующих. А если это руководители высшего звена, как мы сейчас говорим, да, то и высший ангел ему подсказывает, если руководители целой страны, то это уже господство, то есть еще более высший ангел. Вот из архангелов нам известны некоторые имена даже, да? То есть есть имена, вот как мы видим, Михаил, еще вот в Евангелии мы читаем про архангела Габриила. У нас там, по-моему, семь имен известны. Игудиил, Салфил, Варахил, Рафаил. Очень сложные такие имена. Ну, естественно, Габриил и Михаил, и кого-то я, наверное, упустил. Игудиил, да. Игудиил, да. То есть мы, каждый из них, он отвечал и отвечает пред Богом за свои какие-то послушания, то есть это ангел света, ангел могущества Божия, если говорил, то это муж Божий, Михаил в переводе, да, это кто-яка Бог, то есть ревность Божия, ну и так далее. Каждый из ангелов, я сейчас не могу вспомнить точно привязка имен и их послушания, но кто-то отвечал за лечение, исцеление людей, в том числе врачевство, кто-то за учение, кто-то за пророчество и какие-то моменты, связанные с пророками и со святыми. И это всё, вот, каждый из них нёс в себе, ну и сейчас эту службу также несут. Ну, сейчас я предлагаю к нашему любимому занятию приступить, к чтению Евангелия, да, предлагаю почитать тот отрывок Евангелия, который будет читаться в День памяти как раз вот Архангела Михаила, всех ангелов. Это Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 16 по 21, пожалуйста. Послушаем Евангелие. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоём. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Да, здесь мы видим отрывы, когда возвращаются с проповеди 70 учеников Господа, да, то есть это уже помимо 12 были потом 70 избранные, да, и здесь напрямую вот так вот не говорится об ангелах. Ну, про духов тут говорится, то есть вот я прям могу процитировать, что духи вам повинуются, но это, конечно, про падших, так как они радовались тому, что могли изгонять их. И, конечно же, говоря о том, Евангелие говорит о том, что есть падшие духи, то есть ангелы падшие, это, естественно, говорится о том, что есть и ангелы не падшие, а те, которые служат Господу. То есть здесь как бы в противовес в этом Евангелии говорится о всех небесных силах и со стороны падших ангелов, но так как человек, он живет в этом мире и знает на своем собственном, так сказать, опыте, что падшие ангелы существуют и мешают жить, и часто вредят, а иногда и просто до смерти духовной доводят человека, то, конечно же, на этом примере можно сделать вывод, что есть не падшие ангелы, а служащие Господу, и сам Господь есть среди них. То есть вот здесь, в этом Евангелии, мы об этом как раз смотрим и слушаем. Ну и то, что такая сила была дана апостолам, что они могли повелевать бесам, и они их слушались и выходили из бесноватых, это, конечно, впервые за все существование человеческого рода, так как мы помним, что началось все с Адама и Евы, когда они послушались беса и в итоге стали смертными, были изгнаны из рая. И потом, в течение пяти тысяч лет, весь род человеческий, он был в плену и в послушании, можно сказать, у бесов. И это привело и к кончине всего человечества в Великом потопе, когда все человечество развратилось от бесовских таких наущений, остался только Ной со своим семейством. И в дальнейшем многие перипетии и наказания Божьи народа израильского, мы наблюдаем, что когда народ израильский отпадал от Господа, слушался бесов, стал и поклонялся идолам, то он нес большие наказания от Бога. Ну, например, когда народ израильский пришел после выхода из Египта в горе Синайской, там поклонились большинство, ну, не большинство, а часть израильтян поклонилась мамония, сделали себе золотого тельца, то есть бесу сребролюбие поклонились. В этот момент Моисей отсутствовал, он был на горе Синаи, где разговаривал с Господом, и где он получил те самые десять заповедей Божиих, которые мы сейчас также стараемся исполнять и знаем их. И вот когда Моисей спустился и увидел, что часть народа израильского танцует и пляшет и приносит дары золотому тельцу, то Моисей настолько возмутился, что он разбил эти десять заповедей о землю и призвал к себе оставшуюся часть народа израильского, сказал, те, кто не поклонились тельцу золотому, вставайте за мною, пришло множество, так сказать, людей, не поклонившихся тельцу, и он прошел, как сказано в Ветхом Завете, сквозь вот этих вот раскольников и отпадших людей и убил там, я уж не помню сколько, но много тысяч человек, точно сейчас не вспомню цифру, много тысяч израильтян, он просто убил Моисей со своими последователями. То есть здесь прям такая же война, как Архангел говорил с сатаной, здесь вот Моисей с людьми своими против отпадших восстал. И после этого второй раз Господь дал ему, второй раз Моисей поднялся на горы Синай, и второй раз Господь ему дал десять заповедей на каменных скрижалях. Это был Ветхий Завет, уже в Новом Завете никаких убийств, таких нет. Даже когда ученики сказали, Господь, давай мы сейчас вот сожгем вот с селу, которая тебя не приняла, Господь сказал нет. Значит, ну тут я не совсем соглашусь, потому что если вспоминать Иерусалим и Израиль, то вот в 33-м году от Рождества Христова народ израильский, часть отпала от Господа и распяла Христа, а уже в 70-м году от Рождества Христова Иерусалим исчез. То есть было огромное количество убито. Пришли римские воины. Ну это же не христиане уже. Нет, христиане как раз вышли. Потому что Господь пророчествовал, что если увидите Иерусалим, вы можете прочитать это в Евангелии. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, бегите из него. И когда пришел Тит, военачальник Тит Римской империи с войсками, он сначала окружил Иерусалим и всем, кто хотел, давал выйти совершенно безбедно из Иерусалима. То есть все христиане вышли, следуя пророчеству Господа. А те, кто не верили Господу и пророчества Его не ставили ни во что, они остались в Иерусалиме. И вот их Тит всех убил. А те, кто выжили, продал в рабство. И это было наказание Божие всем неверующим за распятие Христа. Я просто имел в виду, что христианам как раз Господь говорил, что не надо убивать. Ведь это тоже князь Владимир, да? Он же тоже сначала до крещения, каким он был? Ну он был язычником, конечно же, и по языческим законам. Он законы такие вот очень грубые, жесткие в своем, так сказать, княжестве проповедовал. Но потом раскаялся и покрестился, и уже до своей кончины был таким истинным христианином. И проповедовал это в том числе и Вятичам, нашим предкам, которые жили здесь на нашей земле, в Москве, в Подмосковье. Здесь жили Вятичи. Вот их князь Владимир, креститель, тоже посетил. И город Владимир основал князь Владимир, креститель. Мы вернемся, да, к нашему отрывку, когда вот семь из учеников возвратились с радостью, бес поминуются. Хотя вот как мы читаем в Евангелии, когда Господь послал двенадцать своих учеников, Он как раз и поведал там бесов там изгонять, да? А семь из учеников, когда уже Господь послал... Они не ожидали, да, что и им, оказывается, это будет дана власть. И имя, да, имя Господа, вот такое ей действие. Мало того, мы читаем, что апостолы даже встретили человека, который не ходил с ними, то есть не входил ни в двенадцать, ни в семьдесят апостолов, ни учеников апостольских. И, тем не менее, именем Христовым изгонял бесов. Они ему даже запретили и сказали, Господи, вот мы встретили такого, он с нами не ходит, мы ему запретили. Господь говорит, не запрещайте, тот, кто не против нас, тот с нами. И тот, кто нас не злословит, он с нами будет и за нас будет стоять. То есть мы видим, что кроме этих семидесяти еще множество верующих было также в этот момент. И мы читаем, что Петр по три тысячи, по несколько тысяч человек крестилось и Павлом, и Петром уже в дальнейшем. Поэтому здесь мы видим, так сказать, начальное строительство церкви христианской самим Господом. То есть он создал, избрал двенадцать апостолов, им дал учеников апостолов семьдесят, и всем им преподал силу для изгнания бесов, исцеления и прочих чудотворений. Господь говорит, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Когда Господь видел? Ну, Господь, Он же вне времени. То есть мы видим, что здесь Господь к нам обращается, будучи, так сказать, в теле человеческом, когда Он вочеловечился, родился среди людей. Он это говорит, что я видел, но таким образом говорит, как бы, что Он во времени. На самом деле Господь вне времени, Он видел и сатану, когда вот произошло разделение на падших ангелов и на ангелов-служителей Господа. И Он видел этот момент, когда были изгнаны третьи ангелов с неба, и в том числе и сатану видел падшую, как молнию на землю. То есть это как раз здесь о событиях вот этих Господь говорит, о событиях изгнания падших ангелов с небес на землю. Но Господь видит и сегодня, и будущее, и кончинный век, Он вне времени, поэтому Он видит одновременно все сразу и знает все, что было, есть и будет. Поэтому, конечно же, здесь мы не можем назвать точное, так сказать, число. Здесь имеется в виду то, что когда вот они изгоняли бесов, в это время спадал? Или это при начале? Нет, это в начале, когда именно Деницу Он видел спадшего с неба, как молнию. Потому что здесь эти 70, они не с неба бесов сгоняют, а из людей. И этому радуются. У них нет сил с небес сгонять бесов, тем более, что на небесах бесов и нет. А когда будет вообще окончательная победа над дьяволом? Господь даровал несколько таких побед над сатаной, и они как бы были все постоянно понарастающие. Что, конечно же, вот мы видим, что сами апостолы изгоняют бесов, это уже победа над бесами. Мы видим, что Господь, когда распялся на кресте, то уже сам крестное знамение, это уже победа над бесами. И когда Господь воскрес, это победа еще и над адом бесовским. Ну и конечной победой будет страшный суд Господень, когда Господь просто своим явлением в этот мир уже никакой войны не будет. Само явление Господа в этот мир изгонит и бесов, и антихриста, и сатану из этого мира в ад. И это будет окончательное решение вопроса с сатаной и его последователями. То есть уже не будет никаких военных действий, никаких, так сказать, моментов гонений. Просто когда как свет является в темное помещение, то тьма исчезает в этом помещении. Так и Господь, когда явится в этот мир, то исчезнет все, что сопротивляется ему само по себе. Господь говорит, все дают вам власть наступать на змеи-скорпионов и на всю силу выраживания, что не повредит вам. Змеи-скорпионы – это тоже какой-то образ? Ну, как и всегда в Евангелии есть и образ, есть и явный. Мы помним, что когда апостол Павел потерпел кораблекрушение, были выброшены все на берег, и там они зажгли костер и ехидну, то есть змея укусила апостол Павел, выползший из дров костра. Да. Причем змея была ядовитая, и даже те местные жители, которые помогали им при спасении из этого шторма, из кораблекрушения, они говорили, ну, если все спаслись, а этот человек спасся из моря, он явно Богу не угоден, потому что его даже здесь змея укусила, он сейчас умрет. И ждали, да. Да, и ждали, когда же он умрет. Когда же они увидели, что вот эта змея, которая убивает сразу же, не подействовала вообще никак на апостола Павла. Они так сказали, да ты Бог, на тебя не действует даже яд такой ядовитой змеи. То есть это явное, да, вот сбытие пророчества. Кроме того, мы знаем, что апостолы Иоанна Богослова пытались многократно отравить ядом, и он испивал эти чаши, но ничего на него не действовало. Но есть и духовный смысл. Змея – это явно такой, то есть, ядовитый, такой тварь ядовитый, которая нападает впрямую, то есть она не скрывается. А скорпион, он как бы сзади всегда, у него жало-то не впереди, а сзади, поэтому он с тыла всегда, можно сказать, неожиданно уязвляет. И в этом есть такой смысл нападения бесовских. Бес, он той же тактикой пользуется, то есть сначала он на человека нападает в лобовой атаке, можно сказать так, и говорит, давай вот согреши, сделай то-то или то-то. Напрямую наталкивай на грех, там, ну, винопитие, там, или блуда, или обман, или воровство. Если человек от этого отвращается, то тогда бес заходит уже с тыла, говорит, ну, какой ты крепкий, духовно сильный, ты меня победил, ты вот отверг эти искушения. И привносит яд гордости в этом, в этом новом нападении на человека. То есть или впрямую, или с тыла он пытается уязвить человека так или иначе. И здесь вот как раз змея и скорпион, они очень ярко в этом отображают сущность нападений бесовских на всякого человека, живущего в этом мире. То есть и для нас это тоже все сказано, да? И для нас обязательно, потому что каждый из нас, если вы рассмотрите ваши внутренние мысли и борьбу со страстями, то вы увидите, что сначала страсть просто пытается захватить вас силой в прямом нападении, как змея. То есть все, вот там, ну, чревоугодие, ой, сейчас пойду там поем, или там, ой, сейчас напьюсь. Потом вы начинаете бороться и перебарываете ее. И тогда приходит мысль, какой я молодец, я вот отказался от этого, от этого. И тут гордость и тщеславие. Не такой, как другой. Я другой, да, я как вообще сильный, духовно сильный. Какой я молодец, я пощусь, я молюсь, я вот со страстями борюсь. И тут появляется страсть тщеславия и гордости. С тыла нападает, незаметная. А вообще дьявол имеет большую силу над нами? Как это мы... Ну, если вспоминать слова Серафима Саровского, то он в беседе с Матавиловым говорил, что малейший бес мизинцем может перевернуть всю землю. То есть уничтожить всю землю, если ему Господь попустил бы. То есть сил, конечно, у ангелов очень много, падших ангелов. Но так как Христос пришел и победил всю вражескую силу, то теперь у них сил нет никаких, так как если Бог с нами, то кто против нас? Значит, единственная возможность возыметь силу над людьми – это их обмануть, принудить, уловить, соблазнить. То есть какими-то такими обходными путями перебороть. И тогда, когда человек уже встает на путь бесовский, тогда уже через этого человека бес действует на ту или иную ситуацию. И через него, как через проводника, свои силы проводит в этот мир. Какие для нас способы борьбы? То есть мы, наверное, сами не можем с ними справиться-то? Человеку это невозможно справиться с бесом, потому что, повторюсь, ангельское естество, которое у бесов есть, оно более могущественно и сильно, чем человеческое естество. И без Божьей помощи, без Божьей благодати, а значит, без просьбы Господу о спасении, о помощи, мы не можем беса побороть. Только таким путем мы можем с ним справиться. Повторю, из Евангелия сам Господь говорит только постом и молитвой. Больше ничем мы этот род бесовский изгнать не можем. Но человек не сам по себе дома начнет? То есть им все равно нужно послушание церкви, участие в таинствах церковных. Ну, это все, естественно, в совокупности рассматривается, потому что человек не может молиться и не причащаться, поститься и не ходить в церковь. Он может на себя даже, наверное, какие-то слишком большие нагрузки наложить. И это тоже будет обман бесовский. То есть когда бес видит, что человек начинает двигаться к Богу, он опять же не в лобовом. То есть лобовое, он говорит, да не надо поститься. Но если он видит, что человек все равно постится, он говорит, ну хорошо, ты такой молодец, давай постись теперь не один день, а 10 дней постись. Или там, если пост, он не строгий, он говорит, давай, а вот все так постятся, а ты давай построже постись. То есть опять с тыла нападает на человека, иннуде, и уязвляет его так, что человек в гордости даже от поста, в человеке появляется духовная гордость, и он из-за этой гордости падает, и потом вообще перестает поститься, потому что он просто сам себе нарушает или какие-то естественные, так сказать, движения внутренних органов, или духовные движения нарушает в своей душе через это. И это все, опять же, приводит к победе беса. Поэтому надо в послушании. Поэтому духовники нужны, да? Которые будут регулировать конкретно каждого человека. Да, поэтому нужно обязательно послушание, обязательно нужен наставник, который будет это контролировать, чтобы не свою волю человек исполнял, а волю внешнюю, то есть Божью волю, которая преподносится через учение церковное, через наставников, через апостолов и святых угодников Божьих. Поэтому, если человек этого не имеет, он обречен, можно сказать, на погибель, то есть бес его обманет. У нас осталось три минуты. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Удивительная вот эта фраза, потому что мы, когда читаем Евангелие, мы видим, что Господь, обращаясь, например, к Ироду, Он его даже по имени не называет, хотя Господь живет, и ему говорят, что Ирод ищет тебя убить. Он говорит, передайте это и лисице, или порождение ехидновое, и так далее. Вот эти все моменты мы видим, что даже Богач и Лазарь. То есть Богача имя Господь не назвал, а Лазаря четко назвал. И Он называет имена только тех, кто записан в книге жизни, на небе записан, а те, кто не спасаются, погибают, даже имен этих в устах Божьих нет. То есть эти имена записываются в памяти Божией среди ангелов и всех небесных сил и всех спасшихся людей. Поэтому мы должны радоваться не тому, что мы имеем здесь какие-то чудотворные силы, а тому, что мы записаны в эту книгу жизни, и что у нас есть вечность для жизни с Богом. Вот это важно. Осталось полтора минуты. Пожалуйста, вам заключительное слово к сегодняшней передаче. Ну вот мы многое сегодня, так сказать, проговорили и объяснили Евангелие, и рассказали про ангелов. И все это лишь для того, чтобы мы все также сделали правильный выбор, стали на сторону ангелов-архангелов, прочитали Евангелие, и стали бороться с бесовскими силами, которые против нас будут воевать всю нашу жизнь. И таким образом спасли свою душу. Поэтому помоги вам, Господи, через это назидание постараться встать вместе с архангелом Михаилом. Мы говорим, кстати, от Емени, что вы к нам сегодня приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова